Забралась во второй сад. Здесь у нас немножко на высоте он находится. Смотрите, какой дождь капает. Крыши все мокрые. Видите? Такое унылое, но что-то в этом есть, конечно, уютность какая-то. Видите, как испорчен самшит этими гусеницами, прямо желтые листья. Еще шасминчик светет. И посмотрите, как много инжира в этом году. Просто в сентябре, видимо, в конце сентября он будет. Уже можно будет варенье варить и собирать. Просто в этом году очень-очень много все забито инжиром. Хотя ни яблок, ни груш в этом году у нас нет. Здесь я хотела бы поставить столик. Это второй садик. Он такой небольшой, но уютный очень-очень уютный. Здесь тоже было бы неплохо поставить скамейку. Стол, но в этом году были дожди. Мы хотели в этом году поставить, но в этом году как-то все это прошло мимо. Даже джакузи не устанавливали ничего. Видите, спит такой же дедулечка. Слышит, что я говорю, видите, бровками шевелит. Кивы. Да, шевели немного. Реагировать не считаем нужным, потому что и так хорошо. Уже ему будет 11. По-моему, в ноябре 11. Это уже такой дедушка. Мудрый такой. Мудрый, очень добрый. Кивы. Но слышит все прекрасно. Принципиально не отвечает, потому что так решил. Приветствую вас, дорогие мои зрители. Я только закончила снимать свое видео и только опубликовала его. Пошло очень много комментариев, и я снимаю немножко продолжение этой темы. Я еще продолжаю отвечать. Я вчера очень много отвечала на меня, что такое нашло. Я прям такие обширные ответы давала. Хотя в прошлый раз меня осуждали, что я не отвечаю. Но знаете, как получается. Вчера меня за это осудить нельзя, потому что я отвечала всем и по многу, и по долгу. Вот. Еще продолжают эти комментарии. Посмотрим. Может быть, сегодня будет время тоже написать ответы, потому что сегодня хочу смонтировать новое видео. Вы знаете, я бы хотела немножко продолжить эту тему, хотя эта тема не очень моя. Ну, не моя эта тема. Это обсуждение, кто себе что может позволить. Мне такой вчера произошел точечный локальный обстрел по поводу того, что а, значит так, значит ты ничего себе не можешь позволить. Но вы знаете, это, ну, не всегда вот это вот ценно, понимаете. Очень, очень хорошо финансово устроится. Но могу сказать так, что нищих мужчин, я не видела, которые берут жен из каких-то стран, которые находятся за пределами Европы, я не встречала. Потому что перевести жену и затраты, это не маленькие на самом деле. Это документ, это первое время, а многие постоянно не работают, у кого как складывается. И, вы знаете, говорить о том, что там искать моменты, что кто-то хуже, кто-то лучше, это не моя история. У каждого свое, у кого-то по-другому получается. И, вы знаете, у каждого своя судьба. Я тем мерками никогда не мерила людей и мерить не собираюсь. Вот. И тем более, что кто себе позволить может, что какие сумки. Но не позволить себе еще можно не только по каким-то финансовым причинам, а также по моральным, по этическим, по каким угодно. Вот. У каждого свои цели и задачи в жизни. Вот. Кстати. Кстати, о птичках. Я покажу свои Нибиркин, которые мне нравятся. И у меня к ним легла душа. Я купила себе сумки. Покажу вам их. Мне очень будут выручать. Вот такая сумочка какой-то итальянской марки из натуральной кожи. Очень классного цвета. Мне цвет понравился. И я ее купила чисто для каких-то образов, возможно. Вот такая сумочка из H&M. Опять же, всеми нелюбимые или всеми любимые. Вот такая подушка сумка. Шоппер. Классный. Мне очень понравился. Увидела сразу. Вот. И вот такая войлочная сумочка. Тоже итальянская. Не помню марки. Тоже не помню марки, потому что я особо на них не смотрю. Каприса. Каприса. Эта марка, кстати, известная. Войлок, шерсть и сумочка, в принципе, симпатичная. Вот купила и рада и жизнь. У соседей что-то упало. Окно раскрыто. На улице дождь, но все равно очень тепло. Я даже надела вот эту кофту и мне, честно говоря, так жарковато. Вот. Поэтому, ну, каждого свое. За это осуждать никогда нельзя. И я об этом говорить не собираюсь. Я могу какие-то образы показывать, какие-то там свои идеи, но это совсем другое. Это не значит, что я хвастаюсь там тем, что я приобрела. Ну, вчера даже комментарий был такой, что вы покупаете вещи какого-то среднего сегмента. Но я бы не сказала, например, что Дизель и Доктор Мартинс, это такая совсем бюджетная. Просто это эти вещи, куда я считаю, что можно вложить деньги, потому что они, ну, качество хорошее, потому что они неубиваемые, например, Мартинс. Но не всем они подходят. Не подходят. Я девушка крупная, особь. Поэтому я их ношу легко. Вот. Что касается других вещей, например, я считаю, что нам важна. Лично нам большая машина. У нас большая семья. Мы часто путешествуем с детьми, с собаками, с большими чемоданами. И потом это безопасность все-таки для меня лично. Это у меня уже свой пунктик, что машина должна быть большая, потому что это безопасность. Вот. Так что вот такие дела. Сегодня я собираюсь просто побыть дома. Никуда не пойду. Займусь домашними делами. Дома дел накопилось куча. Может, немножко почитаю, что-нибудь выберу. Такое, может, из французской литературы, потому что не знаю, что выбрать. Может, что-нибудь попроще. Может, кавка во французском переводе. Это шутка была, на самом деле. Проще не бывает. Кстати, у каждого в жизни должен случиться кавка, особенно где-то после 30 лет. Интересно покопаться. Сейчас уже нет. Я хочу читать какую-то современную литературу, какую-то душевную больше и что-то такое жизненное, приятное, которое успокаивает. Вот так вот. Так что, дорогие мои зрители, я желаю вам оставаться со мной. Я хочу вам рассказать в следующих видео одну такую историю, которая произошла с бывшей женой моего мужа. Вот. Немножко лично я расскажу вам. И мне интересно ваше мнение по этому вопросу. Но история такая неординарная, но в принципе разрешимая. Вот. Так что оставайтесь со мной. Всем хорошего денёчка. Хотя и дождь Гео, возможно, у многих. Всех пока-пока-пока. До новых встреч. Я сейчас вам покажу эту книгу, которую я только закончила читать. Её прочитала за несколько дней буквально, потому что она меня просто зацепила, потрясла. Она в 2008 году получила Пуллицеровскую премию. Оливия Китериш, Элизабет Страут. Книга просто потрясающая. Современная литература. Вы знаете, она такая уютная, такая классная, с такими глубинными рассуждениями. Жизненная книга, романтичная немного. Ну, просто-прелесть. Она успокаивает надежды на будущее и почитала с огромным удовольствием. Вот так вот. И хочу прочитать продолжение. У неё есть продолжение у этой книги, даже есть экранизация. Кстати, почему-то читая, я представляла в роли главной героини Оливии французскую актрису Карина. Забыла, забыла. Есть такая актриса, такая, которая имеет тоже такую необычную судьбу, которая из бомжей, из бомжей, которая спала на улице и по мусоркам ходила и стала известной французской актрисой. Господи, как же её зовут-то? Карина Морсье, по-моему. Она такая неординарная личность. Она однажды на вручении какой-то премии не так давно вышла совершенно обнажённой. Вернее, она вышла в костюм, потом сняла себе всё. Она выступила против ограничительных мер в связи с ковид и потом сказала в конце, что, да, похоже, меня больше не пригласят. Ну, актриса, конечно, уникальная, очень талантливая, очень смешная, такая крупная. Ну, женщина такая необычная. Вот. И я, когда читала, почему-то всё время представляла в роли вот эту актрису. Ну, может быть, вам понравится эта книга, если вы её найдёте. Очень-очень советую.